Друзья, ну а перед началом этого ролика хочу вас попросить перейти по ссылочке в описании и посмотреть мой предыдущий ролик, который вышел из Норильска, куда приехали лучшие хоккеисты мира и где я ушел на завод. Да, друзья, это не кликбейт, это невероятный влог, уникальная история. Впервые я у себя на канале рассказываю о вот таком мероприятии, которое происходит ежегодно. Давненько не было влогов на канале, я думаю, любители оценят это по достоинству. Плюс там можно выиграть очень ценный приз, поэтому переходите по ссылочке в описании и посмотрите, пожалуйста, этот классный видос. Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Vabon Games и мы с вами, друзья, продолжаем нашу рубрику прогноз, где мы рассказываем вам о матчах плей-офф континентальной хоккейной лиги. В прошлом раунде мы вновь угадали 4 из 4-х. Я уже немного в шоке сам от собственных прогнозов и, конечно, говорю спасибо вам за поддержку, потому что без вас эта рубрика не существовала бы. Ну и сегодня мы поговорим о финале западной конференции, где произойдет классическое противостояние СКА и ЦСКА. Первая встреча начнется 2 апреля в 17.00 по московскому времени и питерцы будут принимать дома армейцев из Москвы. Как вы помните, в предыдущем раунде СКА прошел Спартак и испытал достаточно много проблем. Ну а армейцы переехали Локомотив и Динамо под ноль. Команда Сергея Федорова великолепно готова к плей-оффу. Очевидно, что у москвичей есть преимущество в качестве игры и опыте. СКА будет тяжело в этой серии и рассчитывать на победу им будет трудно. Но при этом мы знаем, что между этими командами всегда получается максимально напряженная серия. Армейское дерби другим быть не может. СКА и ЦСКА команды, которые стремятся обеспечить надежность в своей зоне и только потом они думают об атаке. Питерцы сильны персоналиями, а москвичи коллективной игрой. Поэтому не стоит ждать голевой феерии в этой серии и в последних из 10 матчей между этими соперниками. Лишь в одном было забито более 5 шайб. Я намекаю на то, что возможно серия будет нижней. Ну а поднять себе как раз интерес на этой серии и зарядить на Total меньше вы можете по ссылочке в закрепленном комментарии на сайте BadBoom. Лучший букмекер по мнению спорта и России, у которого самое классное приложение, сейчас оно обновилось. Я с удовольствием им пользуюсь и сам играю именно в BadBoom. А если же ты при первой регистрации воспользуешься промокодом WABON, то получишь 10 тысяч бонусов. И этими бонусами ты сможешь сразу пользоваться. Также на сайте можно смотреть трансляции в прямом эфире, а еще есть возможность забрать свой выигрыш до завершения события. Короче, BadBoom, вы все понимаете. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ну что, друзья, плей-офф тайм или даже время финала конференций. И первое противостояние у нас ЦСКА против Санкт-Петербургского СКА. А точнее СКА ЦСКА, потому что армейцы из Питера начинают эту серию дома, так как выше их показатели были в регулярном чемпионате. Но, как я уже сказал в превью этого матча, многие считают все-таки московских армейцев более опытной командой, более сыгранным коллективом. Не индивидуальностью, не индивидуальностями выделяется этот коллектив, а вот именно командной игрой. И поэтому они считаются фаворитами общего противостояния. Но, друзья, вы помните, наверное, одно из самых ярких вот этих встреч и финала Запада между ЦСКА и СКА в, я не помню, года 3-4, да, наверное, назад-то было. Тоже в финале конференции, естественно, это происходило, когда армейцы из Москвы вели со счетом. Вау, какой Федотов сейчас сейф делает, но все равно Кузьменко первую шайбу все-таки отправляет в ворота галкипера московских армейцев и СКА открывает счет во втором периоде. Так вот, закончу мысль, армейцы тогда вели со счетом 3-0, да, московские, и проиграли серию 4-3. Когда это было? Напишите в комментариях, в каком году это происходило. Это было классное противостояние, и казалось, что серия интригу свою потеряла, но нет, мы увидели что-то просто невероятное. Смотрим дальше мы хайлайты конца уже второго периода. Здесь ЦСКА чуть больше атакуют, понятно, им надо отыгрываться, но и хозяева. Площадки при поддержке своих болельщиков тоже создают достаточно хорошие опасные моменты, но 1-0. Именно с таким счетом 40 минут первой встречи закончились. Сейчас мы будем уже с вами наблюдать и за хайлайтами периода под номером 3. Здесь Григоренко, его бросок, и какой идеальный по точности бросок у Михаила получился. И я, конечно, немного шокирован таким попаданием. Думаю, вам тоже понравилось. Вы, кстати, напишите сразу в комментариях, за кого переживаете в этой серии. Я понимаю, что, наверное, противостояние Восточное более интригующее в плане, ну вот как-то регионы у меня на канале больше поддерживают свои команды. Но к нему мы вернемся завтра, а под этим роликом прошу вас набрать, ну, тысячу хотя бы лайков. И Волмарк, он отправляет шайбу за 24 секунды до конца третьего периода в ворота СКА. И, конечно, сейчас московские армейцы могут принести себе волевую победу. Последние секунды мы видим здесь в атаке СКА, но шайба туда в угол, отправляет с площадки. И там удерживается до сирены. 1-0. Вот так вот, неожиданно, да, по ходу встречи казалось, что ССКА здесь уже не светит. Победа, ну и во всяком случае, понятно, что легко никому не будет. Но да ладно, но да ладно, 1-0. Вот так вот гости повели в этой серии. И мы вновь с вами в Санкт-Петербурге. Матч под номером 2. Я уверен, что в Питере будут полные трибуны. Ничего удивительного. Болельщики там очень любят хоккей. Особенно такие противостояния. Это знаковая для нас история. Кто бы что ни говорил, в любом случае, это вот современный российский хоккей. Слепшев 1-0. Именно он отправляет шайбу тут между ног галкиперу армейцев. И вот так вот ЦСКА теперь открывает счет в матче под номером 2. Что же СКА? СКА хорошо, хорошо здесь атакуют несколько подряд бросков, но Федот справляется. А вот у Йоханссона были проблемы при этом броске. И шайба проскочила между ног галкипера СКА. Смотрим, какой щелчок. Вот так вот даже позволили подойти к воротам и щелкнуть защита ЦСКА. Мы, кстати, в превью с вами тоже проговаривали о том, что Тотал меньше. Это залог серии. Скажем так, какой момент? Как сейчас? Сейчас счет 2-0 не становится. Вау! Вот это эпизод был! Кто-то написал недавно в комментариях, что вау мое не совсем естественно звучит. Друзья, это правда. Это мои эмоции. Я впервые так же, как и вы, вижу! Вижу эту нарезку плотников. 2-0 все-таки счет делает. И поэтому именно так реагирую. Мне действительно интересно, насколько мы в прогнозах с вами угадываем, не угадываем. Мы за каждым матчем следим. И спасибо вам, что подсказываете какие-то нюансы. Ну, как вы поняли, что в прошлом... В прошлом раунде мы угадали все опять проходы. Это вообще что-то уникальное. У нас пока ни одной ошибки. Я в шоке. Понятно, что нельзя угадать прям досконально счет в сериях. Там развитие каждого матча. Но просто выход. Посмотрим, как у нас получится здесь, в этих финалах конференции. Но пока вот что творят армейцы из Москвы. Они уверенно в матче под номером 2 ведутся. Но, опять же, Total меньше. Смотрите. Total меньше. Вряд ли. Да, хотя... Нет, Кузьменко после ошибки такой забрасывает шайбу. Как ее тут можно было допустить? Учитывая, что у нас искусственный интеллект между собой играет. Да, вот нам повторяют как раз эту ошибку. Быстро хотел сбросить. Но это NHL-22. Здесь все вратари заточены на вот этот вот быстрый выброс шайбы. Мы с вами уже на это миллион раз внимания обращали. Последние секунды. И узка какой был шанс, чтобы отыграться в этой встрече. Но нет. С тем же самым счетом, что и первая игра. Матч под номером 2 заканчивается. И в пользу тех же армейцев из Москвы. И гости две игры в Санкт-Петербурге забирают. Повели 2-0 в серии. Неужели эта серия окажется такой легкой прогулкой для ЦСКА? А тем более, что мы переносимся на ЦСКА-арену в Москву. Я очень рассчитываю попасть, ну, вообще на матчи. Хотелось бы, хотелось бы, конечно, приехать в Москву и посмотреть хоккей плей-офф вживую. Потому что в прошлом раунде я должен был, если следите за моими рассказами в телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал. Я забыл в превью об этом сказать. Но обязательно вам напоминаю. Так вот, я рассказывал там, что должен был побывать на матче Динамо против... Ой-ой-ой, какой гол! Опять Кузьменко. Он лучший игрок этой серии для своей команды. Но пока победы не может принести. Комаров отдал ему тут передачу. И 1-0 первые 20 минут. Вот так вот заканчиваются гости. Введут пока в счете в третьем матче. Так вот, на противостоянии Динамо ЦСКА я должен был оказаться. Но, к сожалению, съемки-съемки были практически в одно время с матчем. И я выбрал работу, а не... Хоккей очень жаль мне. Надеюсь, что я еще смогу попасть на матч плей-офф в Москве. Или, не знаю, в других городах. Вдруг Челябинск захочет меня увидеть. Или Магнитогорск. Я с удовольствием, друзья, зовите. Прилечу куда, как говорится, меня... Где будут рады меня видеть. Ладно, смотрим уже хайлайты третьего периода. СКА у нас по-прежнему 1-0 ведет в этом матче. И они в атаке. Бурдасов хорошую передачу на Гусева отдавал. Но здесь Федотов на месте. Продолжают атаковать, да, атаковать гости. И 2-0 счет становится. Мне почему-то кажется, что и здесь победа гостей уже случится. 13 минут, хотя есть еще в распоряжении ЦСКА из Москвы. И они вот начинают потихонечку наращивать свои атакующие действия. Но пока забросить не удается им. А уже чуть меньше 6 минут до конца. До конца периода. А еще и вообще. Мы попали в хайлайт последних секунд. И понимаем, что победа за СКА. Да, СКА. Опять гости выигрывают в этой серии. Только гости пока. Выигрывают. Чет становится 2-1. Но вновь матч тотал меньше. Обратите на это внимание. Я не знаю. Сегодня в 17.00 игра стартует. Я, скорее всего, именно такой прогноз свой сделал. Там, тем более, неплохой был коэффициент на Бэтбуме. Ссылочка, напоминаю, в закрепленном комментарии. Промокодом ВАБОН не забудьте воспользоваться. Хотя там сразу ссылка переводит вас вместе с промокодом. Игра под номером 4. ЦСКА Арена. Неужели и эту встречу гости заберут себе? Будет что-то тогда уникальное. Немного. Даже для, скажем, рубрики прогноз. Но, в любом случае, давайте смотреть. Правда, гости больше атакуют в этом матче. И открывают счет. Открывают счет. Вот так вот. Вот так вот. У нас один раз, по-моему, открывали счет хозяева. Остальные все матчи были голы на счету гостей первыми. И первый период с этим же счетом завершился. 1-0. 1-0. Ну, ничего тут Федотов не мог поделать. Бросок был просто идеальный. Продолжается у нас этот матч под номером 4. И вновь гости в атаке. Какой щелчок опасный. Повезло сейчас с СССР. Откровенно. Могли закрепить свое преимущество игроки СКА. Ну, и понятно, что домашняя команда просто так отсиживаться не будет в обороне. Переключились они на атаку. Но вот быстрые контратаки. СКА сейчас играет вторым номером. Неудивительно. Мы тоже про это уже с вами говорили. Будут сначала думать об обороне. А потом уже не забывать и в атаке что-то создавать. Вот именно по такому сценарию и складывается эта встреча. Плюс ЦСКА все еще ведет в серии 2-1. И у нас счет 2-0 стал. Мы где-то упустили гол. Или я где-то упустил гол. Есть большое подозрение, что у нас просто не попала шайба под номером 2 в нарезку. Хотя, может быть, я что-то упустил. Ладно, 2-1. И 40 секунд еще есть у ЦСКА. Но нет, здесь уже пустые ворота. И Тимкин... Вот итоговый счет. Итоговый счет. Он в этом матче фиксирует. Да, 3-1. Вот смотрите, опять тотал меньше 5. Опять тотал меньше 5. И 2-2. Удивительный камбэк от Санкт-Петербургцев происходит вот так вот. Йоханссон со своей командой смогли совершить... Ну, кажется, невозможно. И забрали два матча в Москве. Интрига вернулась в это противостояние. Неужели все семь матчей сыграют здесь у нас команды? Я говорю, я в каждой серии хочу, чтобы как можно больше игр было. Потому что за всем за этим наблюдать невероятно интересно. И сейчас плей-офф КХЛ это одно из главных зрелищ для российского болельщика. Смотрим. Матч под номером 5. Мы вновь в Санкт-Петербурге. И неужели и тут гости, скажем так, окажутся сильнее? Не знаю. Давайте смотреть. Действительно. ЦСКА в начале встречи больше атакуют. Вот у них один за другим опасные моменты возникают. Еще есть шанс. Но здесь Йоханссон спасает свою команду. 0-0. Первый период завершился. Мы понимаем с вами, что преимущество было здесь на стороне вновь гостей. Теперь вторая часть этого матча. И да, смотрите. Не забиваешь, ты забиваю тебе. Правило работает. Конь-огонь. Мой Кент Коля там зажигает. За стеклом и Лео Комаров открывает счет в этом матче. 1-0. А вот здесь теперь хозяева повели. Но какой бросок. Какой бросок. Андрей, что ты делаешь? Это просто невероятно жалко, что мы не увидели повтор. Но там девятка идеальная была. 6,5 минут до конца второго периода. 1-1. Равное противостояние в игре под номером 5 между ЦСКА и СКА. И какой пас. Идеальный просто на Григоренко. Просто идеальный он один был на дальней штанге. Гуськов отдал эту передачу. Я, кстати, напоминаю, что с Александром Гуськовым, вице-президентом КХЛ, у нас лежит ролик про челлендж, друзья. И поэтому я очень хочу, чтобы вы зашли на предыдущий ролик, который вышел из Норильска. Там я на завод ушел, если что. Вот. И там еще есть лучшие хоккеисты мира. Поэтому посмотрите, это влог, это настолько крутое видео. Многие оценили его уже. Поэтому обязательно его посмотрите. Ссылочка есть в описании, а у нас счет 2-2 становится. Так вот, там тысячу лайков поставите. И мы выпускаем челлендж с вице-президентом КХЛ и детишками, которые пытались ему противостоять. Это невероятное видео. Таких аналогов еще никто в России не выпускал. Ладно, 3-1, ЦСКА. А я 2-2 сказал. Почему я сказал 2-2? Вау. Немножко я ошибся. Комаров делает счет 3-2. И вот впервые мы с вами видим 5 шайб в этом противостоянии. Впервые за эту серию. И смотрим, сколько же времени. Да, остается совсем секунды. Совсем же секунды. И тут даже ЦСКА в атаке. Да, да, вновь гости, друзья, оказываются сильнее на выезде. И 3-2, ЦСКА, Москва впереди в этой серии. Немного в шоке. Конечно, игроки ЦСКА, они не понимают, как можно было все три матча, имея преимущество своей площадки, все три матча дома проиграть. Но вот так вот складывается эта игра. И теперь матч под номером 6. ЦСКА Арена, Москва. Вау. Неужели и здесь гости будут сильнее? Я... Ой-ой-ой, какой момент, Йоханссон! Что за сейв сейчас? Чуть тот знаменитый гол не случился. Вот здесь случился. Киселевич Богдан открывает счет в этом матче. Пока хозяева преимущество свое в забитую шайбу смогли реализовать. Но тут же контратака от СКА. И как? Один против двоих защитников. Бросок из-под них, но на месте. Галкипер сборной России. Первый период уже к концу у нас подходит. И еще один шанс был у хозяев, чтобы закрепить свое преимущество. Кстати, в этой поездке в Норильске я познакомился с главным тренером сборной России. И, знаете, был такой интересный момент. Он ко мне в самолете подошел и сказал, что... Вабон, я тебя, ну, вообще не знаю, но зато мой сын тебя смотрит. Ай, какая шайба от Волмарка! Вот. Я это пока нигде, кстати, не рассказывал. Но, может быть, в телеграм-канале еще опишу эту историю. И, конечно, было очень приятно слышать эти слова. И я понимаю, что, наверное, может быть, не для всех, но для кого-то... То, что я делаю, действительно важно. ЦСКА 3-0. ЦСКА 3-0. Как же так? Как Гучков. Как раз Матвей отправляет шайбу в ворота СКА. Да, друзья! 3-0 после 40 минут. А где же армейцы из Питера? Их не видно в матче под номером 6. Неужели это игра последняя? Окажется Комаров. Бросок его, но не самый опасный он получился. Еще атака. Здесь форчекинг. Работает. Нужно, да, нужно побольше агрессии. Пытаться проявлять на чужой половине. Есть бросок. Но Федотов вновь на месте. 6 минут остается до конца третьего периода. Пока говорим третьего периода. Не знаю, получится ли... Нет, я боюсь, что вряд ли. Уже минута. Минута только. Есть бросок опасный, но и здесь заблокирован он. Походу с нулем. Походу с нулем. Голкипер сборной России закончит этот матч. Чья-то серия, друзья, завершается победой ЦСКА Москва. 4-2. Вот так вот. Вели 2-0. 2-2. Счет сравняли питерцы. Но не более того. Первая победа домашняя приносит итоговый успех ЦСКА. И они проходят в финал Кубка Гагарина. Не знаю, рады вы этому или нет. Напишите в комментариях. И напишите в комментариях, кого вы считаете фаворитом всей серии. Кто пройдет дальше в реальном матче. В реальном противостоянии. За кого вы, естественно, будете болеть. Так, у нас промежуточный трофей. Армейцы не готовы брать. Естественно, понимая, что они приехали за Кубком Гагарина. И хотят вернуть себе этот титул. Который упустили в прошлом сезоне. Как вы помните, в финале против Авангарда. Но теперь у нас точно будет новый чемпион. Потому что омская команда сложила свои полномочия в предыдущем раунде. Что ж, друзья. Говорю спасибо вам за то, что смотрели. Спасибо за то, что ставите лайки. Подписывайтесь на телеграм-канал. И, конечно, не забывайте о новых роликах. Говорю вам еще раз. До скорых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok